55 квартир перейдет в собственность округа. Еще две секции новостройки навиаторов готовят к сдаче. Охотникам Ненинского округа предлагают выбрать оптимальные сроки весенней охоты. Потепление в арктическом регионе привело к распространению клещей на севере России, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на Международном арктическом форуме 2019. Как вести себя в чуме, чтобы стать желанным гостем в тундре? Что нужно делать, чтобы не обидеть хозяев арктики? И какие они – основы Ненинского чайного этикета? С этими культурными правилами накануне познакомили жители Тельвиски. В Нарьинмаре стартовали лыжные гонки «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. Соревнования будут проходить в течение трех дней. Чемпион мира среди юношей по лыжным гонкам Александр Терентьев приехал в Нарьинмар. Сегодня многообещающий спортсмен стал гостем прямого эфира на радио Север-ФМ. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. 55 новых квартир придет в собственность округа. Еще две секции новостройки навиаторов готовят к сдаче. На днях получены положительные заключения Госстройжилнадзора, а Департаментом строительства и ЖКХ выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время осуществляется приемка квартир. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, еще до получения разрешения на ввод 4-й и 5-й секции многоквартирного 10-го дома по улице Сущинского, специалисты провели первичный осмотр жилых помещений. Сейчас подрядчик устраняет недочеты. После дополнительной проверки жилые модули перейдут в собственность региона. Добавлю, строительство 10-секционного дома идет с серьезным отставанием от графика. Контракты на долевое строительство были заключены по итогам торгов с обществом пользу Жилстрой. Общая площадь квартир составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Они предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Прокуратура Ненинского округа выявила нарушение законодательства о здравоохранении в ряде сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Речь идет о ФАПах, расположенных в частности в Амдрами, Андиге, Бугрино, Вижесе, Индиге, Каратайке и Тельвиске. Всего в списке 20 учреждений. В надзорном ведомстве отметили, акушерские пункты не оснащены в полном объеме необходимым медицинским оборудованием. Сотрудники региональной прокуратуры направили в Нарьинмарский городской суд соответствующие исковые заявления, которые уже удовлетворены в полном объеме. Центральная поликлиника Заполярного района должна укомплектовать сельские ФАПы недостающим медоборудованием. Студентка из Ненинского округа Мария Суськая удостоилась титула Мисс Института 2019. Девушка обучается по направлению прокуратуры Ненинского автономного округа. В 2017 году окончила среднюю школу номер 4 города Нарьинмара. Мероприятие проходило 6 апреля 2019 года в актовом зале Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской Федерации. Мария получила также приз зрительских симпатий в результате подсчета лайков и комментариев на официальной странице конкурса в Инстаграм. Обучение в этом вузе пользуется популярностью среди абитуриентов из Ненинского округа. Ежегодно прокуратурой НАУ выделяется два целевых места. Уже сейчас определились пять претендентов на поступление в данное учебное заведение. Критерии отбора потенциальных студентов строгие. Это не только экзамены, но и психологическая устойчивость проверка сведений об абитуриенте. По общему правилу все кандидаты проходят психологические отборы. Им устанавливается группа профессиональной пригодности, в соответствии с которым решается вопрос о возможности выдачи направлений. Кроме того, оцениваются все представленные документы, проверяются сведения, изложенные в них на предмет того, не сокрыты ли какие-то данные. Проводится проверка в отношении кандидатов и его близких родственников на предмет привлечения их уголовной и административной ответственности. Учитываются данные результатов единого государственного экзамена, а также сведения о психологическом портрете абитуриента. И на основании всех этих данных принимается решение о выдаче направления на обучение. Для поступления в ВУЗ выпускнику необходимо пройти испытания ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории. Кроме того, институт устанавливает дополнительный экзамен по обществознанию. Дополнительные баллы при поступлении принесет аттестат об отличном окончании школы и золотой значок ГТО с удостоверением. От нас поступают на обучение ежегодно по два человека, как я уже говорила, в соответствии с разнарядкой на выделенные места. В настоящее время в институте проходит обучение 10 студентов, в том числе по программе магистратуры заканчивают один человек в этом году, всего два. По программе специалитета два человека и оставшиеся по программе бакалавриат. Охотникам Ненинского округа предлагают выбрать оптимальные сроки весенней охоты. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов экологии АПК Ненинского округа, опрос продлится до середины апреля, а его результаты будут приняты во внимание при определении сроков весенней охоты. Опрос проводится на региональном портале «Народный контроль». На выбор охотникам предоставлено по три варианта на каждый из участков охотничьих угодий. На западном участке предлагается установить сроки охоты с 8 по 17 мая, с 11 по 20 мая или с 15 по 24 мая. На центральном участке с 14 по 23 мая, с 18 по 27 мая или с 21 по 30 мая. На восточном участке с 18 по 27 мая, с 21 по 30 мая или с 25 мая по 3 июня. Чтобы стать участником голосования, необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и перейти в раздел «Опросы». Заявления на выдачу разрешения на добычу пернатой дичи в весенний период будут приниматься Департаментом после подписания нормативно-правового акта об утверждении сроков весенней охоты и его официального опубликования. Как отметили в ведомстве, сроки весенней охоты на пернатую дичь в округе определяются с учетом климатических условий. В соответствии с правилами охоты и утвержденными приказами Министерства природы России, весенний охот осуществляется в течение 10 календарных дней. За этот период каждый охотник сможет добыть не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. За полярная весна принесла жителям города не только много солнца, но и непроходимые лужи. Телеканал «Север» в своей официальной группе ВКонтакте провел опрос на тему, как вы относитесь к наринмарской весне. Итоги голосования распределились следующим образом. Почти 40% участников опроса отметили неудовлетворительную организацию работы коммунальных служб. Еще для 13% проголосовавших весна в Наринмаре – это полное безобразие, а для 6% опрошенных – так и вообще наказание Божье. Но есть и оптимисты, что особо радует. Более четверти жителей Наринмара отметили, что любят свой город в любое время года. Для них лужи не беда, а в первую очередь большая радость для детей. Тем не менее, потепление в арктическом регионе привело к распространению клещей на севере, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека Анна Попова на Международном арктическом форуме 2019. Изменение климатических условий в арктической зоне привело к расширению ареала обитания насекомых, в том числе клещей, которых теперь можно встретить не только на юге, но и на севере Архангельской области. Она отметила, что изменение климата создает риски высвобождения из вечной мерзлоты микроорганизмов, встречи с которыми мы пока не готовы. Однако специалисты Роспотребнадзора по Ненинскому округу считают, что такие опасения преждевременные. На территории Ненинского автономного округа до сих пор клещей не наблюдалось, а следовательно подцепить вирус энцефалита в регионе невозможно. На данный момент мы абсолютно точно знаем, что клещей на территории Ненинского автономного округа нет. То есть наша территория, она свободна от клещевого энцефалита. Но, конечно, для тех лиц, которые выезжают в летний период за пределы округа, на те территории, где у нас есть клещевой энцефалит, они должны знать, что главные меры профилактики – это, естественно, вакцинация против клещевого энцефалита. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то вы должны заранее продумать этот вопрос и привиться против клещевого энцефалита. Если же жители округа хотят перестраховаться и пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, то в таком случае следует обратиться к участковому терапевту или педиатру. В 17% случаев граждане обращались за получением консультаций по вопросам, не связанных с внештатными ситуациями. Более 200 звонков зафиксированы с пометкой «Детская шалость». Около 500 граждан позвонили на 112, чтобы вызвать скорую помощь. Примерно столько же звонков было переадресовано в дежурную часть полиции. В 80 случаях людям потребовалась помощь газовой службы и пожарной бригады. 150 жителям – помощь спасателей. Добавлю, система 112 обеспечивает вызов всех экстренных оперативных служб по единому номеру. Как вести себя в чуме, чтобы стать желанным гостем в тундре? Что нужно делать, чтобы не обидеть хозяев Арктики и соблюсти основы ненецкого чайного этикета? С этими правилами поведения ознакомились накануне жители Тельвиски в рамках уникальной образовательной программы Пустозерского музея. С многовековыми традициями ненецкая тундра удалось познакомиться и нашей съемочной группе. Повернувшись через плечо и аккуратно возвращая край покрытия жилища в исходное положение, тельвисчане по одному входят в чум. Так требует многовековой этикет ненцев. Кстати, с основными его правилами участников клуба «Знатоки Арктики» познакомила заведующая ненецким отделом этнокультурного центра Александра Фомина. Но когда вы заходите в чум, вот вы зашли, да, вы видите, что есть жилая часть, здесь спальная часть, а есть и жилая, например, либо обе жилые. Если какая-то часть нежилая, то есть тут нету постели, то вы проходите сюда и ждете, когда хозяйка вас пригласит. Она обязательно пригласит, она поднимает, да, за стол и положит вам самое главное угощение, которое есть – это мясо, булье и вей. Если вы, проезжая мимо стоябище, решили зайти в жилище ненцев и попить чаю, то обязательно должны посетить каждый чум, иначе другие жители тундры могут обидеться. Когда вам наливают чай, тоже есть определенные правила. Вот вам налили чай, и пока вы пьете чай, если вы уже не хотите пить чай, то вам нужно что сделать? Вот у нас вот такая кружка, вам нужно, да, перевернуть просто и положить. И тогда хозяйка видит, что вы уже не хотите пить больше чая и кушать, и она не будет вам наливать. Если чашка будет так же стоять и не перевернутая, то она будет постоянно посадить и наливать. Возможность познакомиться с традициями ненцев, не выезжая из родного села, жителям Тельвиски подарили сотрудники музея-заповедника «Пустозерск». Это чумо-убранство в нем изготовили на средства гранта в рамках проекта «Культурный код Пустозерска». Этот проект – продолжение нашего предыдущего проекта, проекта предыдущего года от Шабуров к Пустоварам. И ставит он своей целью сплочение жителей деревни Устья и села Тельвиска вокруг Пустозерска, включение их в дальнейшую работу по обустройству туристических троп Пустозерска, развития Пустозерска. Кроме изготовления чума, в рамках реализации проекта для жителей села Тельвиска и Устья была организована обширная образовательная программа. Это различные мастер-классы, лекции и встречи. Мне, например, тоже по камню очень понравилось. Почему? Потому что я потом и внуков научила этому. Я поехала в Виндику к сестре, а у нее тоже внуки приехали, а в Виндике камней – море. Я им показала, все камни разрисовали, все что-то нарисовали, вот у них это уж тоже пошло. Потом очень интересно, вот глинотерапия последний раз была. Нам очень понравились обереги плели мы, да, вот эти фенечки плели на руку, мизенскую роспись делали. Сегодняшний мастер-класс по ненецкому гостеприимству – финальная точка образовательной программы в рамках проекта «Культурный код Пустозерска». Уже сегодня чума отправится в деревню Устья, где будет находиться постоянно и выполнять функцию гостевого дома. Впереди у сотрудников музея Устьян и Тельвещан жаркая пора – празднование 520-летия Пустозерска, где жители этих поселений будут активно вовлечены в организацию проведения праздника, встречу туристов, изготовление сувениров и благоустройство территории. Любовь Пермяков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Нарьинмаре стартовали лыжные гонки «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. Соревнования будут проходить в течение трех дней с 12 по 14 апреля на лыжной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Традиционные участия в физкультурно-спортивном празднике ежегодно принимают до 800 жителей региона. Физкультурно-спортивный праздник имени Ивана Чупрова, который впервые разработал правила и провел этот спортивный праздник, проходит уже в 50-й раз. Участие в нем ежегодно принимают до 800 человек. Юбилейные лыжные гонки в Нарьинмаре открыли учащиеся 5-11 классов из школ Нарьинмара, поселков-искателей, Красного и Тельвиски. В каждой возрастной категории свой старт. Первыми испытать свои силы на трассе отправились мальчики 5-х классов. Я уже много раз участвовал. Я умею кататься на лыжах. Мне это нравится. Я второй раз участвую. Я хотел участвовать, потому что я люблю лыжи. Потому что на них здорово кататься. Такие ощущения, когда едешь. Усталость и радость заодно. Через 10 минут отправляются девочки той же возрастной группы. Пятиклассница Ира Киприянова в первый раз встала на лыжи 8 лет. Эти соревнования для нее уже третьи. Мы в школе занимались, нас отбирали. Мы среди девочек ездили. И вот я приезжала все время первой. Меня выбрали на Северное Сеяние. Завершили выступления старшеклассники, а также студенты учебных заведений города. Мужчины и женщины бежали классическим стилем 10 и 5 километров. Продолжится соревнование в субботу, 13 апреля. На этот день запланировано и официальное открытие лыжных гонок. Завтра официальное открытие в 12 часов перед стартами дошкольных образовательных учреждений. Завтра стартует у нас первая очередь. Завтра у нас начинается спринт с 10.30. Это взрослые участники, индивидуальная гонка. Но после них будет массовая 5. Это детские сады. Начинают бегать с 12.30. В воскресенье участников ждут индивидуальные испытания. Гонки свободным стилем. Дистанции в зависимости от возрастной категории соревнующихся составят от 2 до 30 километров. По словам организаторов спортивного праздника, результаты массового старта войдут в зачет комплекса ГТО. Награждение победителей соревнований пройдет в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума 14 апреля в 16 часов. Он не любит, когда СМИ в новостных статьях путают его малую родину. Мечтает попасть на зимнюю Олимпиаду, а в свой единственный выходной предпочитает лежать на диване. Все это об Александре Терентьеве. Чемпион мира среди юношей по лыжным гонкам приехал в Нарьинмар. Сегодня многообещающий спортсмен стал гостем прямого эфира на радио «Север-ФМ». Александр подвел итоги минувшего сезона, а также рассказал о планах на предстоящий. С молодым лыжником из Ненецкого округа пообщался и Олег Хатанзейский. Всем привет еще раз. Продолжаем прямой эфир. И как и договаривались, наш гость, которого мы так долго ждали, но мы с вами точно очень долго ждали, я думаю, что и вы тоже, для всех это сюрприз. У нас в студии победитель первенства мира Александр Терентьев. Ура! Он скромно ответит на вопросы ведущих и точно так же скажет спасибо за пожелания от радиослушателей. А потом признается, работать в прямом эфире крайне волнительно. Впрочем, с выходом на старт это, конечно, не сравнить. Свои 19 Александр Терентьев – чемпион мира среди юниоров. В его возрасте – одно из высших достижений. В Нарьинмар перспективный лыжник приехал не случайно. Он говорит, соскучился по дому и родителям. А тут еще и отпуск двухнедельный выпал. Грех не съездить. Мы знаем, что ты тут давно не был. Тебя практически невозможно было поймать. Вот как давно тебя здесь не было? Ну, я приезжал в феврале, но так только на два дня. Два дня заехал, вещи лишние оставил и уехал дальше. Тебя родня-то вообще видает? Ну, я им звоню по скайпу, по ватсапу, мы звоним до того. В Нарьинмаре Александр снова выйдет на лыжную трассу. На ту, с которой началась его блестящая спортивная карьера. Еще школьником он впервые стал участником официальных соревнований. Это были традиционные гонки северного сияния. Занял третье место. Именно тогда и заметили его талант. Дальше больше. Награда за наградой. Регулярные сборы. Измирительные тренировки. Огромное желание стать лучшим. Не заставили себя долго ждать. В 2016-м лыжник попал в состав юниорской сборной. А через год выполнил нормативы мастера спорта. Сейчас моя цель – это очень хорошо выступать на Кубке мира. В следующем году будет очень много Кубков мира. И вот хотелось бы на каких-то, хотя бы на одном старте очень себя хорошо проявить, чтобы узнали меня во всем мире. Чтобы попасть на Кубок мира, необходимо пройти жесткий отбор соревнований. Которые дают спортсменам путевку стартуют в ноябре. Бороться предстоит с лучшими лыжниками страны. Кстати, Сашу уже сравнивают с Сергеем Устюговым, двукратным чемпионом мира. Впрочем, сам он так, конечно, не считает. Конечно, нет. Я очень слабый. На фоне его я еще ребенок. Не люблю, когда вот так вот начинает завышать мои возможности. Что касается предстоящей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022-м, то Александр Терентьев не скрывает. Попасть бы хотел. Но до приглашения в мужскую сборную еще далеко. Однако о возможностях нашего лыжника сегодня не сомнимаются даже заслуженные тренеры страны. Российские СМИ его называют будущей суперзвездой. Мол, парень из Наринмара скоро затмит великих спортсменов. Именно из Наринмара, говорит Александр, в последнее время победы лыжника из Неницкого округа приписывают Архангельской области. Недавно писали, что откуда я вообще родом, спрашивают, что я из Северодвинска вообще. Я им пишу, нет, я из Наринмара, родился в поселке, и только там, нигде больше. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала Север ВКонтакте. Добавлю, что группа доступна не только зарегистрированным пользователям социальной сети. Далее смотрите прогноз погоды.